Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви Оксфорда. Мы проходим цикл о том, как быть учеником Иисуса. Часть жизни ученика Иисуса, последователя Иисуса, связана с подчинением Его власти и следованием за Ним. Мы говорили о том, что одна из причин, почему многим из нас это дается с трудом, кроется в том, что мы пытаемся жить христианской жизнью своими силами. Иными словами, мы не получили полное откровение, что мы больше не принадлежим себе, собою не владеем. Когда мы приняли Христа как своего Господа, мы отдали свою независимость Ему. И теперь мы принадлежим Богу. Мы стали Его. Когда мы осознаем, что теперь Он владеет нами, и что Он обладает властью в нашей жизни, тогда мы естественным образом отдаем себя Ему каждый день. Все это происходит само собой. Мы должны понимать, что Бог владеет нами на двух основаниях. Он создал нас. Мы не создавали сами себя. Только на этом основании Он владеет нами, и мы принадлежим Ему. Он имеет право определять наши жизни. Когда мы принимаем эту истину, она приносит нам свободу, потому что теперь мы можем перестать пытаться контролировать все сами. И в этом вся проблема. Когда человек согрешил, когда Адам согрешил, суть его греха была не только в отвержении Божьей власти, но и Божьего права владения нами. Адам и Ева поддались искушению и отбросили Божье право владения, чтобы самим владеть собой, чтобы быть себе богами, зная добро и зло внутри, дабы действовать независимо от Бога. Вот в чем суть греха. Их алчность, их желание быть себе богами, владеть чем-то независимо от Бога, это и есть сущность греха. И это отрезало их от жизни Божьей, так что они умерли духовно. И это также отрезало их от благословений Божьих в саду, потому что Бог изгнал их из сада. Но Бог не закончил работать с человечеством через рождение. Греховная природа плоти передалась дальше. Они не пережили ту свободу, которую им обещал сатана. Нет, они стали рабами греха и сатаны. И греховная природа, желание быть независимым от Бога, владеть собою и контролировать свою жизнь, передалась всем нам. Это есть у каждого из нас. У всех нас есть греховная природа. И вот почему наша плоть противится владению Божьему в нашей жизни. Мы хотим сами владеть чем-то, иметь эти вещи независимо от Бога. Мы хотим владеть собою. Вот та проблема, с которой мы сталкиваемся. Иисус пришел, чтобы вернуть нас Богу. И через Его кровь на кресте Он заплатил выкуп сполна, чтобы искупить нас Богу, приобрести нас для Него. Он заплатил цену, чтобы освободить нас от греха. Он пришел, чтобы освободить нас от рабства. А вот что такое искупление. Он заплатил цену, выкуп, чтобы освободить нас от рабства греха и сатаны. Иисус не приобрел нас для того, чтобы мы были независимы, но чтобы мы принадлежали Богу. Нас приобрели для Бога. Итак, Бог имеет второе основание для владения нами. Если мы приняли это приобретение, то освободились от рабства греха и стали рабами Божьими. Мы принадлежим Богу. Нам нужно принять эту истину. Я хочу вам показать кое-что. В Откровении 4 и 5 главах на небе мы видим то, как мы должны теперь относиться к Богу. Это Откровение вдохновило меня. Если мы откроем Книгу Откровения, 4 главу и посмотрим 10 стих, то увидим, что там говорится о 24 старцах. 24 старца представляют церковь на небе. К этому моменту церковь будет вознесена на небо. Она представлена 24 старцами. Это люди, они лидеры церкви на небе. Церковь будет вознесена на небо до начала скорби. Обратите внимание, что они говорят. «Тогда 24 старца падают предсидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков». Поклонение — это когда мы отдаем право собственности. Итак, они поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Они не говорят о каких-то абстрактных вещах. Они говорили о том, что приняли славу. Слава Божия пронзила всю их сущность. Они приняли честь и силу. Слава Богу! И теперь они отдают все это Богу обратно. Они признают, что не владеют этим. Они принадлежат Богу, и все, что у них есть, исходит от Бога. И так, как Бог владеет ими и этими благословениями, они отдают их Богу. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Мы благодарим тебя за славу, которую ты дал нам, Господи, и мы отдаем ее тебе. Это все тебе. И вот основание всему этому. «Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Они понимали, что не действуют независимо от Бога, что слава, честь и сила, которую они приняли, принадлежат исключительно Богу. И они принадлежат Богу, потому что Бог создал их по своей воле. Они существуют просто потому, что Бог желает этого. Вот почему. Бог имеет право собственности на них. Это основание для того, чтобы отдать себя Богу. И это первое. В Откровении 5 главе мы видим второй момент. Там говорится об искуплении. Бог дал прообраз всего этого Израилю. Израилю была дана земля обетованная. Они могли обладать землей обетованной, но она принадлежала при этом Богу. Они же могли обладать землей обетованной и наслаждаться ей. Это прообраз тех благословений, что есть у нас с вами. Каждый израилетянин получил кусочек с земли обетованной. Но если он согрешал, то мог потерять право обладания своей землей. Он мог залезть в долги. Это прообраз греха. Тогда земля доставалась кому-то другому. Он также мог потерять право обладать собой, потому что должен был выплатить свои долги. Для этого ему приходилось продавать себя в слуги или рабы кому-то другому. Он продолжал находиться в состоянии рабства, пока не приходил искупитель. Он должен быть его родственником. Если у искупителя были деньги, он мог выплатить цену искупления, чтобы спасти этого человека из рабства. Кроме того, он мог выкупить землю. Тогда этот человек мог снова жить на ней и наслаждаться ей, несмотря на то, что право на землю принадлежало искупителю. Это прообраз большой картин. Земля обетованная является прообразом земли. Бог дал человеку право обладания землей. Он дал ему право обладать землей. Но Адам отдал свое право сатане. Бог сохранил свое право собственности, но человечество потеряло власть над землей. Кроме того, люди перестали обладать собой и стали рабами греха и сатаны. Из-за греха они потеряли право обладания землей и собой, став рабами греха. Но слава Богу, что Иисус наш Искупитель. Иисус стал человеком. Одним из нас. Он стал нашим родственником Искупителем. На кресте Он своей кровью приобрел землю и всех людей, живших на ней. Иисус заплатил цену, чтобы искупить землю и ее жителей. Слава Богу! И теперь земля, которая попала не в те руки, вернулась к Иисусу. Это и есть основание для возвращения Христа. Иисус обладает этим правом. На протяжении двух тысяч лет Он обладает правом на землю. Он сделает это во время скорби. Он принесет суды. А во втором пришествии Он уберет всех своих врагов из земли и установит свое царство на этой земле полностью. Как Искупитель, Он имеет на это законное право. А вот почему мы видим пение на небе перед началом скорби Дня Господнего. Он заявляет о своем праве на землю, потому что Он приобрел ее своей кровью. И как мы еще увидим, Он не просто приобрел землю. Он приобрел нас Богу. Он выкупил нас у силы греха и сатаны, чтобы мы принадлежали Богу. Он сделал это своей кровью. Вот та история, которую мы видим в этом месте. Бог — наш владелец. Христос — наш Искупитель. Вот почему мы принадлежим Ему. Давайте посмотрим на Откровение 5 главу, чтобы понять, что же происходит. «И увидел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью печатями». Это книга или свиток, документ о праве собственности на землю. В нем находятся отдельные свитки на каждого человека. Этот свиток — это не что иное, как купчая. Он говорит о том, что Иисус Христос приобрел землю и всех людей на земле. Да? И это означает, что Он может делать с ней все, что захочет. Он приобрел ее, и Он получает этот свиток. Бог, Отец, дает ему разрешение обладать землей. И первое, что Он должен сделать, установить свое право на это. Он берет этот свиток, который является купчей, и открывает его шаг за шагом, и, читая его, Он устанавливает свою власть на земле. У Бога есть свиток с вашей жизнью. Он приобрел вас, и вы принадлежите Ему. Он имеет право определять всю вашу жизнь. Он владелец свиток, говорит о его праве собственности. Сказано также, «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землей, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять всем печати ее». Мы видим, что Иисус достоин, потому что Он Искупитель, Он приобрел землю и ее жителей своей кровью. И так как Он Искупитель, Он достоин открыть свиток. Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов. Это говорит о том, что Иисус обладает всей властью на небе и на земле. А значит, Он обладает властью и над вами. Он владеет вами. А затем сказано, и семь очей. Это говорит о том, что Он имеет все знания, мудрость и разумение. Далее говорится, «Которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». И Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиам, которые — суть молитвы святых. «И поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Здесь говорится, что Христос достоин, потому что Он приобрел нас своей кровью. Мы принадлежим Богу. Аллилуйя! Он также приобрел всю землю. Он имеет право и власть над нашей жизнью. Эти люди знали, что они принадлежат Христу и что каждое благословение, которое есть у них, также принадлежит Христу. Вот почему в следующем стихе они отдают Богу благословение, силу и богатство, которые приняли. Они отдают все это Богу, потому что знают, что все это принадлежит Ему. Когда вы отдаете то, что получили Богу, это позволяет Ему дать вам больше. Я хочу, чтобы вы увидели эти семь вещей. Вы можете сделать их частью своей молитвенной жизни. Вот о чем они пели конкретно. «Достоин агнец закланный из-за пролитой крови». Принять силу. Принять силу. Иными словами, они переживали Божью силу, и они отдавали эту силу назад Богу. То есть здесь говорится о силе на исполнение дел. Вот что такое сила. Это сила для того, чтобы делать что-то, дела, чудеса. Они отдавали это Богу. Наши дела должны быть отданы Богу, чтобы мы делали их, полагаясь на Божью силу, и ради Его славы, выполняя Его цель. Мы признаем, что Бог является источником и владельцем нашей силы для выполнения дел. И мы воздаем Ему славу за все, что мы можем делать. Наше подчинение Божьей силе истекает из нашего признания того, что Бог является источником и владельцем всей нашей силы. Достоин агнец закланный принять силу. Второе послание Коринфянам, 4 глава 7 стих, говорит, «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Иными словами, мы обладаем силой Божией, но носим ее в земных сосудах. То есть в нас самих нет этой силы. Сила Духа Святого, которая течет через нас, является нашей, но не принадлежит нам, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу. Если мы хотим, чтобы через нас стекло больше Божьей силы, мы должны отдать ту силу, что Он нам дал. Достоин агнец закланный принять силу. Мы отдаем право собственности Ему. А если мы пытаемся держаться за Божью силу и контролировать ее, словно она наша, то мы лишаем себя Его благословения. А далее говорится, «Достоин агнец принять богатство». Это все, чем мы владеем. Точнее, не владеем, а управляем. Все, что у нас есть, принадлежит Богу. Мы должны признать это. Достоин агнец принять богатство. И поэтому мы говорим, «Боже, все деньги, что есть у меня, это Твои деньги. Я хочу использовать их ради Твоих целей и во славу Твою». Мы лишь управляем Божьими ресурсами. Когда Бог говорит нам дать, мы должны давать. А затем сказано, «Достоин агнец принять премудрость». Какая бы мудрость у вас ни была, какие бы идеи ни были у вас, вы должны отдавать их Богу. К этому также относятся знания и понимания. Они — основа для мудрости. Мудрость — это когда мы знаем, как жить и что делать. Признайте Бога источником ваших творческих идей. Поблагодарите Бога. Это не ваша мудрость, а его. Потому что мы должны использовать ее ради Его славы, ради Его целей. Так отдайте эти мысли Богу. Вы можете расслабиться, потому что вам не нужно держать мудрость внутри. Вам нужно лишь открыться Богу, который является источником всякой мудрости. Если вы не понимаете что-то сейчас, ничего страшного. Отдайте это Богу, и Бог даст вам понимание. Отпустите свою мудрость к Богу, чтобы Бог контролировал ее. Часто, когда мы держимся за мысли волчности, мы блокируем благословение Божие. Но если мы отдаем то малое, что нам открывает Бог, это позволяет Богу благословить нас еще большим количеством мудрости. Но чем больше мы держимся за нее, тем больше мы лишаем себя благословений Божьих. Река Божья должна течь через нас. А это означает, что мы должны принимать ее по вере и отдавать назад Богу в любви, отдавать Ему все. Следующая сила. Он говорит так, достоин агнец принять силу. Ваша телесная сила, здоровье, ваша духовная сила, моральная сила, интеллектуальная сила, сила вашей воли и эмоций. Все это не происходит от вас самих. Это дар Божий. Это благодать Божия. Вы не владеете этим. Вам нужно отдать все это Богу. Вы должны сказать, спасибо Господи. Моя сила приходит от себя, и я отдаю ее тебе. И когда вы сделаете это, тогда Бог может наполнить вас еще больше своей силой. Пока вы не владеете ничем, Бог может благословлять вас всем. А вы можете обладать всем, что Бог имеет для вас. Блаженно нищие духом, ибо они станут богаты. Иными словами, если вы не владеете этим, то можете обладать. Аллилуйя. Мы должны понять, что наша сила от Бога, и она принадлежит Богу. Так отдайте ее Богу, чтобы ваша сила использовалась ради Него. А затем он говорит, достоин агнец принять честь. Честь — это вес, ценность, важность, авторитет, статус, восхваление. Та честь, которая есть у вас в жизни, происходит от Бога. Вы не можете сами произвести честь. Она приходит от Бога. Но если вы хотите возрастать в чести, то должны отдать эту честь Богу, чтобы Он использовал эту честь. Она не давалась вам ради вас самих. Наша честь должна использоваться во славу Его. Если Бог возносит вас и дает вам больше чести, то вы должны использовать ее ради Бога, ради Его славы. А затем он говорит и славу. Достоин агнец принять славу. Это чудесная молитва, к которой мы можем молиться. Она затрагивает все сферы нашей жизни. Слава — это явление Божие через нас, Его проявление любви, помазание, Его слава. Та слава и любовь, которая есть в вас, исходят от Бога. Признайте тот факт, что Бог является источником и владельцем вашей славы. И когда вы предлагаете свою славу Богу, Бог может дать вам больше славы. Но если вы держитесь за нее, вы блокируете благословение. И последнее — благословение. Достоин агнец принять благословение. Благословение означает блаженство, счастье, радость. Всякая радость приходит от Бога. Это эмоциональное благосостояние. Опять же, что мы делаем со всем этим? Пытаемся ли мы удержать все это? Если мы проявляем алчность, хватаем и ищем своего счастья, то оно будет скрываться от нас. Бог благословляет, и только Бог может сделать нас счастливыми. Только Бог может дать нам счастье. Мы должны верить в то, что Бог желает, дабы мы были счастливы. Мы можем быть счастливы лишь в том случае, если мы святы, если мы отдали себя Богу. Если мы делаем Бога владельцем нашего счастья, мы начинаем обретать блаженство. Отдайте свои эмоции Богу. В 13 стихе сказано, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, говорило «сидящему на престоле и агонцу благословение и честь и слава и держава». А последний пункт — это «держава». Это греческое слово «кратос». Оно означает «сил управления», способность управлять жизнью, царствовать в ней. Это «кратос» или «держава». Когда Бог дает вам власть, вы должны отдавать ее Богу ради славы Его. Вот та молитва, которая звучит на небе. И мы тоже должны молиться так. Мы не владеем всеми этими благословениями. Мы должны принять их от Эль-Шадая. Он дает нам в нашей слабости. Когда мы знаем, что не владеем ничем, то можем принять все благословения, которые Он приготовил для нас. Слава Богу! Если мы знаем, что Бог владелец, то мы должны благодарить Его за каждое благословение. Это второй этап. Мы получаем Его благословение по вере. Мы благодарим Его как владельца. Мы не должны пытаться удержать благословение, чтобы быть независимыми от Бога. Мы должны осознать, что мы постоянно получаем все это от Бога, потому что мы постоянно полагаемся на Бога. Зная, что Он наш владелец, мы отдаем все Богу. Когда мы отдаем все Богу, мы можем верить в то, что Бог даст прирост и приумножит благословение. Это откровение Егова Ира, когда Авраам принес Исаака. Самое ценное, что Бог дал ему. Так как он отдал Исаака Богу, а не держался за него, он доказал свою любовь к Богу. Все потому, что Исаак пришел к нему от Бога. Тогда Бог сказал, «Так как ты сделал это, не держался за него, отдал его мне, я благословлю тебя и умножу благословение в твоей жизни». Когда мы отдаем Богу все, что Он нам дал, отдаваясь под Его контроль, признаем Его как источник, это позволяет Богу и Егова Ира увеличить свои благословения. Так как Авраам поступил так, Бог смог умножить благословение в его жизни. Чем больше мы принимаем Божие право собственности, тем больше Он наполняет нас всякими благословениями. Аминь. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.